Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Я прошу прощения вас за молчание. Где-то полторы недели, наверное, я молчала, но смею вас уверить, на то были свои причины, и я вам их предоставлю. Что называется, в несколько дней, буквально на днях, вот несколько дней подряд, мне пришлось-таки поручкаться с нашей полицией, участковыми по поводу отсутствия масок. По поводу административных нарушений ничего не предвещало, цели у меня были другие, но, в общем-то, пришлось пройти этот опыт. Опыт был интересный, и, по всей видимости, будет несколько серий, потому что мы с одной нашей коллегой собрались изучить документы, которые она нашла, очень интересные документы, ну, а попали вот на такой спор. Но в данном видео этого не будет, это будет в следующих видео. Это видео предварительное, когда я собираю информацию о том, что я человек, и я хожу мимо рамок в метро. Мало того, я хожу, не одеваю маски, и не могу сказать, что ко мне там сильно кто-то приставал. Иногда просто подходили и рекомендовали. Так что в метро, в транспорте я нигде не нарывалась. А вот уже всякие услуги, типа кафе, еще какие-то, там, конечно, там, конечно, жестко, но, опять-таки, не везде. Есть адекватные, естественно, я хожу в адекватные магазины, я хожу в адекватные кафе, мы с друзьями ходим в кафе с нашей группой энтузиастов. А там, где жестко заставляют маски одевать, мы не покупаем и не спорим, если у нас нет времени. Но если у нас есть время, ну, так вот получилось, ну, я говорю об этом, будет в следующих фильмах. А здесь пока я показываю пример, как надо ходить мимо рамок, потому что я человек, я это осознаю, что я человек, и я сознательно не хочу себя подвергать лишнему облучению, постоянному облучению, не вижу в этом смысла. Это один из дрессировочных моментов, то есть людей с помощью масок, с масками, и вот такими рамками именно происходит дрессура, то есть нас загоняют на животный уровень. Мне человек из обезьяны, произошло человека-человека, загоняют на уровень обезьяны, на уровень собаки, с рефлексами на уровень собаки Павлова. Я как психолог это очень хорошо понимаю, знаю, и, конечно, у меня не разопакостная эта фашистская система, которая, естественно, не заботится о человеке, она его унижает, его человеческое достоинство, опуская его на уровень раба, на уровень животного раба, служебной собаки такой. Ну и, конечно, удивляет поведение наших граждан, соотечественников, которые так быстро загипнотизировались, так быстро попали под влияние телевизора, а поскольку все ссылаются именно на телевизор, это говорит о том, что оттуда именно идет источник опасности, источник психического заражения, в ментальном заражении. По поводу прохождения меморамок. Это уже один из серьезных элементов, когда вы становитесь дееспособным, когда вы осознанно действуете именно в правовом поле, причем в правовом поле Российской Федерации, и когда вы знаете эти законы, на что вы опираетесь. А я, кстати, опираюсь сама на свои же фильмы, потому что, готовясь к ним, я искала в предыдущем фильме именно правовую базу, правовую основу, и я доказала сама себе в первую очередь, что я право имею, что у меня есть все основания для этого, не подчиняться вот этим фашистским рекомендациям, которые, ну, они действительно фашистские, здесь даже слов нету, вот нормального человека нет слов, но поскольку здесь на нашей стороне закон Российской Федерации, как ни странно, на нашей стороне закон Российской Федерации, и он нам помощь, и нам помощь Конституция Российской Федерации, там очень много замечательных статей, и, кстати, некоторых поправок, которые помогают бороться с сегодняшним беспределом, с унижением человеческого достоинства, дискриминацией человека, как личности, опускание его на низший статус, на низший статус по иерархии живых существ, то есть со статуса человека его опускают уже не то, что на статус физлица, а, ну, ещё ниже даже, на безмолвное, беспомощное, недееспособное существо, которому уже и дышать-то запрещают воздухом, ну, многие это поняли, говорю, всё это происходит только с нашего попустительства, с попустительства большинства, потому что большинство ведёт себя как недееспособное, они смотрят телевизор, всё, этим всё сказано, они смотрят, и они верят телевизору, они не читают законы, они не слышат законы, они верят, они ссылаются на телевизор, это просто смешно, Вот в телевизоре сказали, вы что, не знаете? Я сама с этим столкнулась вот три дня подряд. У нас было очень такое плотное общение, именно как раз с социумом и с правовыми органами, правоохранительными органами на нас писали заявления, на нас писали всякие там доносы, вызывали полицию, хотя мы ничего не делали, никаких правонарушений, как потом выяснялось, мы просто требовали законные основания. И люди, которые, в общем-то, не сильно агрессивные, масоченькие, они просто, может быть, они уже, знаете, от того, что у них постоянный недостаток кислорода, они уже просто, у них сил нету особо там спорить. Они говорят, ну что, вам трудно, что ли, надеть маску? Следующий аргумент, ну что, они же люди подневольные, вот типа продавцы люди подневольные. Ну а вдруг вы там сами кого-то заразите? Вот это обычный набор, и на что ссылаются? Да в телевизоре сказали, все как один ссылаются на телевизор. Всё, телевизор смотреть нельзя, это источник заразы. Это источник ментальной заразы. Телевизор может смотреть только тот, кто умеет фильтровать, у кого твёрдые позиции, но он не будет смотреть телевизор, а только выборочные, какие-то отдельные по делу, может быть, по делу, для сомнения, какие-то передачи или фрагменты передачи. А просто сидите, тупо пялиться в этот ящик, зомбоящик, действительно, это зомбоящик. Я сама в этом убедилась. Ну и так было понятно, а тут вот пришлось лично столкнуться. О чём я говорю, будет несколько серий. И будет очень интересная информация по документам в следующих видео. Кстати, вот сейчас я рассматриваю это видео, которое нас не обслуживали без маски. Мы просто зашли в забегаловку торгового центра у метро Бабушкинская на третий этаж и хотели просто чаю попить и поговорить. Нам больше ничего не нужно было. То есть нас не обслужили, нам не дали. Но вы смотрите, какая у них там реклама. Второе пиво бесплатно. То есть без масок они не обслуживают, потому что маски нужно одеть и потом снять и есть. То есть это идиотизм полный. Но зато второе пиво бесплатно. Итак, благодарю вас за внимание. Такое короткое видео, потому что впереди будет много интересной информации. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на канал. До свидания.